О других событиях расскажем в нашей постоянной рубрике «Городовой. Слово Меладии Волиной». Проконсультируют по всем вопросам. Роспотребнадзор запускает горячую линию. В этот раз она посвящена организации дополнительного питания в школах. Речь о продукции, которую школьники приобретают через автоматы. Специалисты дадут рекомендации по теме здорового питания. Проконсультируют также предпринимателей по вопросам реализации такого товара. Горячая линия будет работать до 2 марта. Обращаться можно по телефону и электронной почте. Юбилей в кругу друзей. Магнитогорцев приглашают на концерт. Мероприятие организовывает реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посвящен 55-летию воспитанника реабилитационного центра Евгения Снегова. Цель – поддержать талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоится завтра в стенах Магнитогорского концертного объединения. Начало в 15.00. А вам понравилось? Магнитогорцам предлагают оценить оформление ледовых городков в этом году. Голосование проходит на портале «Активный житель 74». Главной темой в этом году стали сказки народов мира. Появились на ледовых площадках также новые арт-объекты. Например, в сквере «Металлурга» воздушный шар и рождественские фонари. В сквере «Ручьево» – волшебное зеркало. Сейчас власти просят магнитогорцев оценить оформление городков. Максимальная оценка – 5 баллов. Милада Ивольна, Антон Солохин, информационная служба «Медиагруппы Знак».